Как менялись взгляды Ленина? Как сказал Плеханов, нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания. Крушению советского строя, этому тяжелейшему удару по российской цивилизации, предшествовало то состояние сознания, которое Андропов определил четко. Мы не знаем общество, в котором живем. Это состояние сопровождает нас и сегодня, что и предопределяет тяжесть положения, в котором мы очутились. Незнание уже превратилось в непонимание. Когда сообщаешь сведения даже о хорошо изученных характерных чертах нашего общества, тебя слушают с недоумением, недоверием, часто со злобой. Это тяжелый случай, структурно обусловленное непонимание, когда реальные факты не втискиваются в укорененную структуру мышления и просто отвергаются или не замечаются. В советское время через поголовное образование и средства идеологического воздействия в наше сознание была внедрена жесткая парадигма для восприятия и понимания истории и общественных явлений в России, особенно в предреволюционное и революционное время. Парадигма – это свод правил, образцов, логических приемов, неприемлемых ошибок. Все то, что формирует наше мышление в отношении определенного класса явлений и проблем. Огромную роль при построении этой парадигмы сыграл молодой Ленин и его фундаментальный, во многих отношениях замечательный труд развития капитализма в России в 1899 год. Исполнилось уже сто лет с момента его издания, но вспомнить его надо не ради юбилея. Он поразительно актуален сегодня, и вся история его переосмысления самим Лениным, вплоть до его работ о НЭПе, дает нам сильные, прокаленные уроки. Почему же мы от них бежим? Почему предпочитаем копошиться на уровне Солженицына? Прокаленные уроки трудны, нужна сила и совесть, чтобы их принять. История труда развития капитализма в России – драма культуры. Труд написан великим мыслителем и одновременно великим политиком, с большой интеллектуальной силой и со страстью. Это сочетание определило убедительность, мощь и длительность воздействия труда, и в то же время глубокую противоречивость этого воздействия. По сути, этот труд завершил построение философско-политической парадигмы, в рамке которой была введена общественная мысль первой трети нашего века, и которая в суженном виде была перенесена в официальную советскую идеологию. Появление парадигмы – революция в мышлении. Она всегда дает поначалу большой толчок к развитию, приводит к расцвету мысли. Как говорится, даже ошибочная теория лучше, чем никакой. Если есть теория, можно формулировать вопросы и ставить эксперименты, хотя бы мысленные. Но слишком жесткая теория быстро начинает давить мысль и накладывает шоры, особенно если не появляется мыслителей такого же ранга, способных поставить под сомнение, а потом опровергнуть утверждения, ставшие догмой. Ленин как политик затвердил достроенную им парадигму слишком жестко, в ущерб себе, как ученому, и попал в тяжелое положение. Жизнь быстро стала опровергать выводы его труда, но созданная Лениным партия стала расти и набирать силу именно на основе теории, идеологии и языка, заданных этим трудом. В начале века марксизм в России стал больше, чем теорией или даже учением. Он стал формой общественного сознания в культурном слое. Поэтому Ленин как политик мог действовать только в рамках языка марксизма, отступая ради этого даже от Маркса. И Ленин совершил почти невозможное. В своей мысли и в своей политической стратегии он следовал требованиям реальной жизни, презирая свои вчерашние догмы, но делал это, не перегибая палку в расшатывании мышления своих соратников. Приходя шаг за шагом к пониманию сути крестьянской России, создавая русский большевизм и принимая противоречащие марксизму стратегические решения, Ленин сумел выполнить свою политическую задачу, не входя в конфликт с общественным сознанием. Ему постоянно приходилось принижать оригинальность своих тезисов, прикрываться марксом, пролетариатом и тому подобным. Он всегда поначалу встречал сопротивление почти всей верхушки партии, но умел убедить товарищей, обращаясь к здравому смыслу. Но и партия сформировалась из тех, кто умел сочетать верность марксизму со здравым смыслом, а остальные откалывались – Плеханов, меньшевики, бунт, троцкисты. Для собирания России после февраля 1917 года оказалось жизненно важно, что Ленин в ходе революции 1905-1907 годов и Столыпинской реформы понял ошибочность главных выводов труда – развитие капитализма в России. В чем же драма? В том, что не поняли, не задумались мы, и в результате не знали общество, в котором живем. Так позволили его погубить и вновь разорвать Россию. Легко было бы оправдаться. Виноваты ошибочные выводы Ленина и то, что он явно от них не отказался. Но принять такого оправдания нельзя. Когда читаешь книгу Ленина, видно, что если бы он не заострил свои выводы, сделал их умеренными соговорками, то и выстрадать новое понимание России после 1905 года, у него бы не было острой потребности. Достоевский в своих романах заставляет героев доходить до последних вопросов, ставя перед ними экспериментум Круцис. Жестокий, решающий эксперимент. Эксперимент распятием. Так, мне кажется, работала мысль Ленина. Так он поступал со своими концепциями. Но рвать на себе рубаху и опровергать свои прежние выводы он позволить себе не мог. Он был политик, а не доктор философских наук. Мы сами виноваты в том, что под убаюкивающие лекции серых профессоров отбросили плодотворную противоречивость ленинской мысли. Но нельзя же и сегодня слушать колыбельные песни. Давайте хладнокровно обсудим выводы главной части книги «Развитие капитализма в России» о капитализме в деревне. Евроцентризм и народники. Структура мышления, созданная в течение последних 100 лет для определенного понимания России, опирается на связанный набор понятий и терминов. Аналогична и проста, и, главное, она поддерживается авторитетом Запада. Нельзя сказать, что этот тип мышления политизирован, хотя в советское время в официальной идеологии была преувеличена и приукрашена роль одного течения – большевиков, а потом КПСС. В принципе, на одном и том же языке в начале века могли говорить и понимать друг друга и либералы-кадеты, и Колчак, и Савенков, и социал-демократы. Это язык евроцентризма, который отвергал существование иных жизнеспособных цивилизаций, кроме Запада. Россия должна пройти тот же путь, что и Запад. В конце XIX века это означало, что и в России должен быть капитализм. Россия сильно отстала, в ней много еще крепостничества и азиатчины, но сейчас она наверстывает упущенное. Из этого широкого течения выбивались наследники славянофилов и консерваторы, из них выделились черносотенцы и революционеры-народники. Против них встали и либералы, и марксисты. Их идейный разгром молодой Ленин считал в то время одной из главных своих задач. В работе 1897 года «От какого наследства мы отказываемся?» Он так определил суть народничества, две его главные черты – признание капитализма в России упадком, прогрессом и вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и тому подобное. В 80-е годы экономисты-народники развили концепцию некапиталистического, неподражательного пути развития хозяйства России. Один из них, Воронцов, писал, «Капиталистическое производство – есть лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем, как мы его приняли, чуть ли не за самую сущность. Это была сложная концепция, соединяющая информационный и цивилизационный подход к изучению истории. Народники прекрасно знали марксизм, многие из них были лично знакомы с Марксом или находились с ним и Энгельсом в оживленной переписке. В советское время мы получали сведения о взглядах народников, в обедненном и недоброжелательном виде, в основном через критику их Лениным. Сейчас, когда мы шире познакомились с их трудами, особенно трудами поздних народников Чаянова и Кондратьева, и узнали, какое влияние они оказали на мировую общественную мысль, мы обязаны подойти к критике народников взвешенно, учитывать искажающую роль злободневных политических интересов». Важнейшим понятием в концепции неподражательного пути развития было народное производство, представленное прежде всего крестьянским трудовым хозяйством. В конце 70-х годов в крестьянское общинное производство на надельных и арендованных у помещиков землях было вовлечено почти 90% земли России, и лишь 10% использовалось в рамках капиталистического производства. Сегодня проект народников иногда называют «общинно-государственным социализмом». Критики народников сходились между собой в отрицании самобытности цивилизационного пути России и соответствующих особенностей ее хозяйственного строя. Легальный марксист Струве утверждал, что капитализм есть единственно возможная форма развития для России, и весь ее старый хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование крестьянами, есть лишь продукт отсталости. Привить этому строю культуру – значит его разрушить. Распространенным было и убеждение, что разрушение, разложение этого строя капитализмом западного типа уже быстро идет в России. Плеханов считал, что оно уже состоялось. Туган Барановский, легальный марксист, а затем кадет, в своей известной книге «Основы политической экономии» признавал, что при крепостном праве русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского. Но с ликвидацией крепостного права самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада исчезает, и в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе. Сегодня узость этого евроцентристского взгляда поражает. Когда подобные вещи говорит Гайдар, в его искренность никто не верит, он выполняет политический заказ. Сводить все различия хозяйственного строя двух цивилизаций к наличию или отсутствию крепостной зависимости у трети крестьян значит подниматься на такой уровень абстракции, при котором реального экономического смысла теория уже не имеет. Достаточно сказать, что в России из-за обширности территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта составляли 50%, а, например, транспортные издержки во внешней торговле были в шесть раз выше, чем в США. Как это влияло на цену, рентабельность, зарплату, стоимость кредита и прочее? По сути, один лишь географический фактор заставлял в России принять хозяйственный строй очень отличный от западного. Мы уже не говорим о том, что совершенно необходимым условием для возникновения и развития западного капитализма было длительное изъятие огромных ресурсов из колоний. Самый дотошный историк нашего века Бродель, изучивший структуры повседневности, детальное описание потоков и использование всех средств в жизни, писал «Капитализм является порождением неравенства в мире. Для развития ему необходимо содействие международной экономике. Он вовсе не смог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда». По данным Броделя, в середине XVIII века Англия только из Индии извлекало ежегодно доход в 2 млн фунтов стерлингов, в то время как все инвестиции в Англии оценивались в 6 млн фунтов стерлингов. Таким образом, если учесть доход всех обширных колоний Англии, то выйдет, что за их счет делались и практически все инвестиции, и поддерживался уровень жизни англичан, включая образование, культуру, науку, спорт и т.д. Еще более жесткие оценки значения ресурсов колоний и третьего мира дал Леви Строз, а в последнее время экономисты ООН. Никоим образом не мог в России господствовать тот же хозяйственный строй, что и на Западе. Модель марксистов, как большевиков, так и легальных, была неадекватна в принципе, не в мелочах, а в самой своей сути. Но эта модель становилась главенствующей в России. Редактор субтитров А.Семкин